Концентрация на главных направлениях позволила создать российским ученым-инженерам новые виды оружия, самые передовые. Об этом подробно рассказал президент, оружия которого нет у других стран. Здесь мы опережаем всех. Значит, такой успех возможен и в других областях. Новое оружие – это гиперзвуковые крылатые ракеты, сверхскоростные торпеды, головные части ракет, которые невозможно сбить. Ядерное оружие – оружие сдерживания. Никто не решится начать войну, понимая, что ответный удар будет сокрушительным, а потери неприемлемы. Именно ядерное оружие позволило избежать больших мировых войн после 1945 года. Ну а если создать оборонительную систему, которая собьет все боеголовки противника? Это американская идея еще в 80-х годах – стратегическая оборонная инициатива – СОИ. Тогда президентом был Рейган. Он всячески пропагандировал эту идею и пугал Советский Союз. Эта идея оказалась только мечтой, не сбывшейся. Ну, скажут, а что же здесь плохого? Это же оборонная инициатива. Проблема в том, что у того, кто будет обладать такой системой, возникнет огромный соблазн. Если ракеты противника не могут достичь твоей территории, то почему бы не ударить первым? Тем самым подрывается само ядерное равновесие. В свое время были даже созданы математические модели такой ситуации. И они показали, что ядерная война в таком случае практически неизбежна. Вот в чем огромная опасность американских игр с противоракетной оборудой. Каков российский ответ? Расскажет Кирилл Брайнин. У некоторых образцов новейшего российского оружия еще нет названия. Но есть главная эффективность, причем такая, что оставляет далеко позади даже то, что, как говорят военные, вероятный противник еще не придумал. Имя баллистической ракеты последнего поколения, впрочем, известно – «Сармат». Это смена стоящему сейчас на боевом дежурстве в комплексу воеводов. У воевода дальность 11 тысяч километров. У новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через северный, так и через южный полюс. «Сармат» – это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. То же самое можно сказать и о новой крылатой ракете. С виду всем известный корпус Х-101, но вот то, что внутри, еще недавно считалось научной фантастикой. Создание малогабаритной, сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Тамагавка». Но при этом обеспечивает в десятки раз, в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумали. Летит низко и постоянно маневрирует, то есть перехват невозможен. А под водой еще одна фантастическая новинка – необитаемый аппарат с компактной атомной установкой. Она в сто раз меньше, чем реакторы современных подводных лодок. А двигаться такой беспилотник может на большой глубине. Я бы, знаете, сказал на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. Со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика. Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. И подводные аппараты, и крылатая ракета как раз из безымянных. Варианты ждут на сайте Министерства обороны. Испытания завершены, теперь запуск в серийное производство. А вот название «Кинжал» в войсках уже известно. С декабря прошлого года гиперзвуковой комплекс на вооружении авиации Юго-Восточного округа. Казалось бы, ничего нового в слове «гиперзвук» нет. Все, что быстрее 5000 км в час. Но «Кинжал» не просто быстрее. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 км ядерные и обычные боезаряды. На вооружении и мобильная лазерная боевая установка тоже пока без названия. О такой презентации оборонные предприятия любой страны могут только мечтать, не говоря уж о способности это оружие создавать. По законам жанра, главная новинка в конце – система «Авангард» для ракетных войск стратегического назначения. Эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, причём на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надёжно управляется. Конечно, в реальности блок не похож на треугольник из презентации. Форма держится в секрете. Впрочем, о создании этого оружия Владимир Путин говорил ещё в 2004-м, через два года после того, как Соединённые Штаты вышли из договора СНВ-2, который десятилетиями был надёжной защитой от ядерного апокалипсиса, пока в Белом доме вдруг не передумали. Для чего мы это всё делали? Для чего мы это говорили? Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнёров переговором. Повторяю, это был 2004 год. Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались, в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерой державы. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Сейчас, когда очевидно, американская система противоракетной обороны просто не имеет смысла, а ведь предупреждали и 14 лет назад, и позже, не раз. Как только Россия не пыталась объяснить, бессмысленно разговаривать с позицией силы. Вот лишь один из примеров, который на этой неделе привёл военно-дипломатический источник. Несколько лет назад была сделана утечка у разработки России автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно, чтобы побудить наших западных партнёров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности. Но нет, видимо, настолько беспомощной казалась постсоветская Россия, что расширение НАТО и появление ПРО у наших границ выглядели, похоже, совершенно безответными шагами. Договор СНВ-3 о сокращении стратегических ядерных ракет тоже быстро превратился в профанацию. При сокращении носителей и боезарядов одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно США, наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведёт к полному обесценению российского ядерного потенциала. Ну, просто он будет весь перехватываться, вот и всё. Какой уж тут ядерный паритет, когда комплексы ПРО уже давно развернуты за пределами Соединённых Штатов, например, в Восточной Европе. Вместе с НАТО американские ракеты пришли в Румынию, а в Польше вот-вот появятся. В планах ещё Южная Корея и Япония. Но уже сейчас так называемые противоракеты покрывают едва ли не всю европейскую часть территории России. Элементы ПРО развернуты на кораблях, и чем ближе всё это к нашим границам, тем проще сбивать российские ракеты в самом начале полёта. Если прибавить сюда новую военную доктрину Вашингтона, в которой Москва названа одной из ключевых угроз, нетрудно догадаться, против кого все эти приготовления. Вряд ли быть можно не заметить кольцо из 400 с лишним ракет, которое, по словам всего того же источника, сжимается вокруг России. И уж тем более было наивно думать, что Москва никак не ответит. И вот ответ. В России создано самое современное, опережающее на многие года, в отдельных местах и на десятилетия, самое современное оружие. Оружие, которое способно преодолевать самое современное, существующее и перспективное системы противоракетной обороны. Отсюда можно сделать вывод, что то, что сегодня создаётся в Польше и Румынии, то, что создаётся на Аляске, предполагается к созданию Южной Кореи и Японии, это зонтик, который предполагает противоракетную оборону. Этот зонтик, ну, получается дырявый. При этом поливать дырявый зонтик радиоактивным дождём стратегических ракет никто не собирается. Президент не раз подчёркивал, Россия давно предлагает американским партнёрам сесть за стол и, наконец, поговорить о глобальной безопасности серьёзно. Просто теперь переговорные позиции несколько изменились. Вот и в интервью телеканала NBC Владимир Путин говорил, не нужно слушать тех, кто увидел в послании Федеральному собранию начало новой гонки вооружений. Некоторые западные аналитики говорят, что это объявление о холодной войне. Идёт новая гонка вооружений. С моей точки зрения, те люди, о которых вы сказали, они не аналитики, они пропагандисты. Почему? Потому что всё, о чём я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на выход, односторонний выход Соединённых Штатов в 2002 году из договора об ограничении противоракетной обороны. О какой гонке вооружений можно говорить, если оборонный бюджет Соединённых Штатов в 10 раз больше российского? Вдобавок, Пентагон в рамках новой доктрины хочет применять ядерные заряды малой мощности фактически в любой ситуации. Тут даже западным аналитикам становится страшно. Это внушает ощущение, что маломощный ядерный заряд при применении на поле боя не более опасен, чем просто большая бомба. Но это вовсе не так, и по психологическим последствиям, и по физическим характеристикам. Ведь с современной точки зрения, бомбы, которые Соединённые Штаты применили в Хиросиме и Нагасаки, были маломощными. Но там ведь никто не станет их так называть, ведь погибли сотни тысяч людей. Так что всё это очень опасно. Ещё опаснее выглядит настойчивое стремление Соединённых Штатов получить военное превосходство. Эта геополитическая игра тянет мир в ядерную пропасть. Так что Россия, по словам экспертов, предлагает потерявшим инстинкт самосохранения партнёрам поменять правила. Что мы сделали? Мы, по сути дела, нам предлагали в этот футбол, грубо говоря, играть по их правилам. А мы, значит, решили в футбол не играть, а поставили перед ним совсем другое поле, грубо говоря, в шахматы перевели. Вот это вот стратегические противостояния, стратегический баланс. У нас на этом поле уже есть фигуры, у них ещё нет там ничего, оно чистое. То есть мы создали новые классы стратегического вооружения, которые до этого в мире не существовали. И у американцев их нет. Вот для чего нужно новейшее оружие. Объяснить тем, кто в качестве аргумента привык размахивать условным пистолетом, что всегда найдётся достойный ответ. Так что лучше всё-таки доброе слово. Никто никого не пугает и удивляться тоже не стоит. Да, мы делаем ракеты. И с балетом, кстати, по-прежнему всё в порядке. Кирилл Брайнин, Евгений Морозькин, Алексей Матюшкин и Александр Гусев. Воскресное время. Первый канал. Новое оружие нужно, чтобы сохранить баланс сил. Система противоракетной обороны будто бы оборонительное оружие, будто бы оно уменьшает риск ядерной войны. Нет, наоборот. Как мы говорили, противоракетные системы будут искушать американских военных и политиков. А давайте ещё поднажмём. А давайте какую-нибудь локальную войну устроим. А почему бы полномасштабную войну не затеять, раз уж возмездия не будет с объёмом ракеты противника. Поэтому то новое российское оружие, о котором рассказал президент, работает на стабильность, уменьшает риски войны. Это не оружие агрессии, наоборот. Это оружие, которое сдерживает агрессию и побуждает наших партнёров-соперников к переговорам. Нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что всё, что мною было сегодня сказано, это не блеф, а это не блеф, поверьте. Подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живёт в прошлом и не в состоянии заглянуть в будущее. Прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся, и которая называется планета Земля. В этой связи хотел бы здесь отметить ещё одно обстоятельство. Большую озабоченность вызывают и некоторые положения обновлённого обзора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что она может быть пущена в ход в ответ на удар обычными вооружениями или даже на кибер-угрозу. Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против неё или её союзников ядерных и других видов оружия массового поражения, или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Всё очень чётко, ясно, конкретно. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или её союзников, малой, средней, до какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счёт не должно быть никаких сомнений. Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации.